Коллеги, у нас предусмотрено по регламенту обсуждения, кто желает выступить, поделиться своим опытом, выступить, сказать впечатления о докладах наших коллег. Будьте добры, Сергей Львович. Уважаемые коллеги, хочу выразить большую благодарность Георгия Георгиевича. Он вообще такой, знаете, у нас локомотив в Санкт-Петербурге по поводу продвижения криогенного металлечения. Потому что этот метод лечения действительно выполнялся докторами, он делался. Но для того, чтобы большая публика могла узнать и услышать этот метод лечения, вот такого-то у нас не было. Потому что проходят, к примеру, криогенные конгрессы по криохирургическим методам лечения различных локализаций. И если посмотреть, там собирается мало людей, ну сколько там, 200, 300, 400 тысяч, то есть 400 человек со всего мира. Порой бывает, что на этих конференциях международных больше, меньше людей, чем в присутствующем зале. И, конечно, популяризация этого метода лечения – это великое дело. Метод консервативный. Предыдущий оратор говорил, что пациентов с возрастом, которые тягощены сопутствующими заболеваниями, соматическими сопутствующими заболеваниями, которые выполнят традиционные методы лечения, а ими является лечение рака кожи, основные методы лечения – это оперативный метод лечения и лучевое лечение, невозможно. Они даже не в состоянии, многие эти пациенты, выходить из дома. А когда этот пациент к тебе приходит, и ты делаешь одну процедуру, и идет полное излечение, это большая радость для самого пациента и для родственников. Больше того, есть пациенты с запущенными формами заболевания. Мы используем химио-лучевое лечение, неоднократные курсы из химиотерапии, но все равно есть заболевания, при которых не удается нам этих больных излечить. А больные тяжело страдают, и страдают их родственники. Ну, во-первых, страдают от кровотечения. Криудострукция изначально, если посмотреть впервые, она широко использовалась на Украине, в Харькове. И когда я помню, работая в городском онкологическом диспансере, у меня были пациенты с раком слизистой полости рта, и надо было проводить лучевое лечение. Я подходил к Ирине Андреевне Муштай, это бывшая заведующая радиологическом отделении, говорю, вот надо провести. Она говорит, нет, не могу, идет кровотечение, будем проводить лучевое лечение, кровотечение усилится, и 32-летний пациент умрет, а так он еще поживет месяц-два. Я тогда пошел в первый медицинский институт, библиотеку, и нашел книгу, которая называлась «Лечение гемангиом у детей». У детей есть большие опухоли в центре распад и кровотечения. И вот криодеструкция впервые стала использоваться при купировании или остановке кровотечения. Вот подморфологи здесь очень хорошо показали, что происходит стазирование в сосудах, разрушение их, идет остановка кровотечений. И сейчас, допустим, доктора, которые занимаются химиотерапией, они присылают к нам в центр, в центр «Авно здоровье» Елена Кента, мы находимся на Малой Конюшиной, присылают этих пациентов к нам. Мы разрушаем участки кровотечения, уменьшается объем опухоли, и в дальнейшем пациенту может проводиться химиотерапия. И об этом тоже надо помнить, и этим больным надо помогать. По поводу меланомы. Меланомы очень хорошо лечатся криводеструкцией. И это начинаешь понимать тогда, когда оперативный метод лечения, ну, просто отказываются от оперативного лечения по соматическим состояниям. Впервые я проводил лечение меланомы в областном онкологическом диспансере. У меня была пациентка с большим весом, с водой на поле, с большой сопутствующей патологией, уже в возрасте, в области виска где-то сантиметра 3-4 была меланома. Без с атрофическим эпителем, морфологически верифицирована, без изызления. Я сделал криводеструкцию, больная уехала где-то на 2-3 месяца, потом она ко мне вернулась, опхоль уменьшилась где-то в 3-4 раза, уже там с 5-копеечную монету стала. Я еще раз провел криводеструкцию, и опхоль потом исчезла, метастазов не было. Мне кажется, что использование криводеструкции, креогенного метода лечения, при различных формах и наружных особенных формах локализации, это кожа, слизистые полости рта, молочные железы, при распадающих формах вульвы надо широко использовать. Причем этот метод лечения, конечно, должен использоваться в любой поликлинике, и в любой поликлинике должна быть креогенная аппаратура. Спасибо. Спасибо, Сергей Григорьевич. Коллеги, кто желает выступить еще? Глубоко уважаемые коллеги, сегодня действительно очень интересная и, самое главное, на мой взгляд, своевременная повестка дня, посвященная применению креогенной технологии в лечении онкологических заболеваний. Конечно, очень важно, что это направление было подхвачено научно-исследовательским институтом онкологии, в частности, Петрову. Я думаю, что это большая заслуга, в первую очередь, Алексея Михайловича Беляева, директора института, который с пониманием отнесся к этой проблеме и помог, дал возможность очень крупному, я бы сказал, специалисту, Георгию Георгиевичу Прохорову со своей командой заниматься этой серьезной проблемой не только как в практическом плане, но и в научном. Представлены здесь доклады, особенно касающиеся исследования патоморфологических исследований при применении кривовоздействия у больных с опухолевыми заболеваниями, в том числе и экспериментальные исследования, свидетельствуют о том, что это получается замкнутая какая-то цепь и научное обоснование, и научное изыскание, которые в конечном итоге дадут, наверное, неплохой результат и будут способствовать дальнейшему развитию этого метода и внедрения в практику. Очень важен и важен был доклад Георгия Георгиевича Прохорова по созданию зондов для применения их при воздействии на опухоли, располагающиеся в глубине вне кожи, так скажем, в недоступных местах, в легкодоступных местах. Это важно, потому что то, что мы имеем сейчас в мире, это очень дорогостоящая техника, и если мне память не изменяет, одни расходники, которые для одного случая стоят порядка от 5 до 8 тысяч евро, да, Георгий Георгиевич, если мне память не изменяет, или даже может быть уже больше эта цифра, и поэтому создание современной нашей аппаратуры, пускай она еще так может быть и не совсем доведена, может быть еще требует и доработок, и в том числе и каких-то исследований, и апробации в других лечебных может быть учреждений, мы готовы, кстати, взять на апробацию, но это уже большой шаг, это большой шаг, и это во всяком случае мы можем сказать, что мы выравниваемся с мировыми позициями в криогенной технике. Самое главное, чтобы она надежно работала. Все конструкции криогенных аппаратов, они разбивались на неустойчивость, на то, что они часто ломались, были поломки, и в конечном итоге вызывали негативизм со стороны врачей и нежелание заниматься этой проблемой. А как мы видим, проблема очень важная, очень нужная, и сегодняшняя конференция это подчеркивает еще раз. Я хочу пожелать команде Георгия Георгиевича в этом плане сохранить тот же темп и ту же целеустремленность в своей работе, и я думаю, что эти методики найдут более широкое применение в практике не только онкологов, но и других специалистов, и не только в специализированных учреждениях, но и в амбулаторно-поликлиническом звене. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Уважаемые коллеги, ну, подводя черту к сегодняшнему нашему мероприятию, решите поблагодарить, прежде всего, организатора этого мероприятия, прежде всего, Георгия Георгиевича Прохорова с его командой, которые показали, подготовились, провели это мероприятие, которые показали результат своих трудов последних лет и, в общем-то, хорошие результаты. Знаете, сейчас мы все ощущаем, даже во время дискуссии в этом зале, все равно есть какое-то неприятие от традиционных методов лечения, прежде всего, хирургов. Хирурги все-таки привыкли взять опухоль, подержать в руках, найти край опухоли, увидеть, посмотреть этот край. И вот вопрос Петра Владимировича, он как раз был типичный, если мы не видим край, как мы можем предполагать, что дальше будет. Ну, нам надо свои стереотипы менять, все равно все движется вперед, и не только хирургией, не только традиционными методами ограничивается лечение наших онкологических больных. Ну, я хотел поблагодарить Георгиевича еще не только за то, что он провел это мероприятие у нас, за то, что он развивает это направление у нас в институте. Это очень важно и для института, и для города, и для нашей страны, что создан такой аппарат. Все-таки мы можем что-то делать. И очень печально, что вот, ну, нужно финансирование, нужно это развивать. И как-то, у меня такое ощущение, что не туда уходят наши деньги, которые идут в науку и в медицину. Но я думаю, что где-то что-нибудь когда-то прорвет, может быть, не при нашей жизни, но в конце концов что-нибудь случится. Спасибо большое всем за мероприятие.